Всем привет! В студии Карина Факирова. И сегодня я расскажу вам о самых интересных событиях нашего университета на этой неделе. Ученый совет пополняет свои кадры. Подведены официальные итоги выборов ученый совет БГУ. Стань донором – один из главных слоганов этой недели. Студенты БГУ поучаствовали в акции «Я донор». Яркое мероприятие прошло под общим руководством студентов Байкальского университета. Ребята не только приняли участие как организаторы, но и как творцы. Состоялось досрочное избрание членов ученого совета БГУ. Было обработано 186 бюллетеней для лучшего будущего университета. Ведь ученый совет напоминает парламент страны в рамках университетской жизни. Подробнее в репортаже Владимира Изместева. Состоялся третий этап конференции работников и обучающихся. Он был посвящен досрочному избранию членов ученого совета БГУ на новый пятилетний срок. В собрании приняли участие 63 делегата. Открыл конференцию ранее избранный председатель, первый проректор Вячеслав Бубнов. Перед делегатами была поставлена задача избрать кандидатов в члены ученого совета согласно квотам. Профессорско-преподавательский состав 12 человек, административно-управленческий персонал 9 человек, а также одного кандидата от обучающихся. Заявлений было подано значительно больше. Именно поэтому счетной комиссии пришлось затратить много усилий. Уже прошло два часа заседания. На данный момент идет подсчет голосов. Это очень важная и ответственная задача. Ведь членам счетной комиссии предстоит обработать 186 бюллетеней по трем разным вопросам. Новый состав ученого совета продолжит работать по утвержденному годовому плану и срокам проведения – последнюю пятницу месяца. В среднем на заседании рассматривается 4-5 плановых вопросов. Остальные – текущие, которые требуют незамедлительного принятия решения. Ученый совет для университета – это как парламент для страны. Он обсуждает важнейшие вопросы, принимает локальные нормативные акты и решает важнейшие кадровые вопросы. Всего в текущем учебном году конференции работников и обучающихся созывалось три раза. Для написания, принятия поправок и утверждения коллективного договора на новый срок, для утверждения положения об оплате труда и организации досрочных выборов членов ученого совета с последующим избранием. Владимир Разместев, Игорь Титенко, Байкал-Универ-ТВ Первокурсники колледжа БГУ по направлению права и организации социального обеспечения приняли участие в вводной лекции по предпринимательской деятельности. Как все прошло и какие впечатления остались у студентов, расскажет Раджана Циденова. В Байкальском государственном университете прошла вводная лекция в рамках помощи студентам в реализации предпринимательского потенциала. В мероприятии под названием «Вовлечение учащейся молодежи в предпринимательскую деятельность» приняли участие первокурсники колледжа БГУ, обучающиеся на специальности права и организации социального обеспечения. Очень полезный семинар для детей в наше время, когда ребенок хочет чем-то заниматься, студент, учащийся, но не имеет возможности, достаточно знаний, чтобы реализовать себя. Лекция проходила в формате вводного урока, а сама программа состоит из нескольких модулей по различным аспектам организации для успешного введения собственного бизнеса. Студенты узнали о поддержке малого бизнеса со стороны государства, познакомились с основными навыками бизнес-планирования и продвижения перспективных проектов. Подобные мероприятия проходят в БГУ не первый раз. Вообще наш университет принимает участие в этой программе уже второй раз. Мы отработали по такой схеме осенью прошлого года, и вот сейчас уже идет второй поток. Для желающих присоединиться к данной программе в социальной сети ВКонтакте есть сообщество, которое называется «Предпринимательство БГУ». Желающий открыть собственный бизнес, студент может зарегистрироваться в программе «Вовлечение учащейся молодежи в предпринимательскую деятельность» и принять участие в серии вебинаров и лекций, чтобы получить базовые навыки предпринимателя. На этой странице перечислены основные занятия для будущих бизнесменов. Как проще всего создать собственный бизнес, продвижение проектов и многое другое. Организаторы утверждают, что предпринимателем может стать каждый. Главное – хотеть этого. Раджана Цеденова, Игорь Титенко, Байкал Университет ТВ. В БГУ состоялась открытая лекция с привлечением профессионала в финансовой сфере Константина Тютрина. Для кого и как она прошла, смотрите в нашем сюжете. В Байкальском государственном университете состоялась открытая лекция на актуальную тему «Мировой финансовый рынок. Обзор. Прогноз 2022 года» с привлечением трейдера брокерской компании «Финам» Константина Тютрина. Мы очень давно сотрудничаем. Татьяна Иннокентина меня очень часто приглашает. Ну и делимся, конечно, практическим опытом, потому что теория с практикой – это, конечно, две разные вещи. Студенты Института мировой экономики и международных отношений послушали о росте цен на природные ресурсы России, о развитии рынка криптовалюты, о колебании курса различных акций, особенностях финансового кризиса и многом другом. Особенностью данного мероприятия является и то, что на лекции присутствовали десятиклассники Иркутской средней школы номер 57. Организатором мероприятия выступила кафедра менеджмента и сервиса БГУ. Мы, во-первых, с магистрантами работаем, у нас практики ведут, кейсы именно практики, и приглашают на работу. И вот даже сейчас, когда мы со школьниками поработали, некоторые из них летом хотят пойти поработать непосредственно в маркетинговый комбинат, который их пригласил буквально для некой работы, на которую не могут быть сегодня способны. У школьников появилась возможность окунуться в студенческую жизнь и задуматься о выборе профессии, а у студентов третьего курса задать вопросы по актуальным темам мировой экономики. Невозможно полностью понять прогноз на 2022 год за одну лекцию школьникам 10 класса и студентам третьего курса. А это значит, что они обязательно посетят профориентационные курсы, которые организует для них Байкальский государственный университет. Яна Витковская, Игорь Титенко, Байкал, Универ ТВ. Минутка добра. Студенты университета поучаствовали в акции «Я донор» и поделились своими размышлениями, почему быть донором важно и нужно. Об этом нам расскажет Мария Полежаева. Ежегодная акция «Я донор» вновь прошла в стенах Байкальского государственного университета. Желающих было немало. Кто-то, несмотря на страх, только решил впервые сдать кровь, а кто-то уже уверенно идет к серебряному значку. В организации акции важное участие принимали артивисты профсоюза студентов БГУ. Задачи они справились превосходно, потому что сами являются донорами. На первом курсе осенью мы в октябре сдавали кровь. Также мы приходили в 10 утра, нас также встречали волонтеры. И все было отлично. Все желающие должны были соответствовать определенным требованиям. Возраст от 18 лет, вес не менее 60 килограммов, отсутствие хронических заболеваний. Тем, кто не подходил по какому-то из критериев, предлагали стать донором в Открутской областной станции переливания крови. Вдруг что случится, кому-то нужна моя помощь будет. Поэтому я пришел сдавать кровь. Акция «Я донор» проходит в Байкальском госуниверситете два раза в год – осенью и весной. В этот раз акция прошла в рамках проекта «Доноры Сибири». Цель проекта – популяризация и развитие донорства среди молодежи. Для этого в университетах и колледжах Иркутска проходит серия обучающих мероприятий. Приезжаем, проводим лекцию. Подготовили для ребят раздаточные материалы, значки, ручки и прочее. И на следующий день вместе с службой крови Иркутской области, приезжаем в институт, где у студентов есть возможность сдать кровь. Все участники акции получили денежную компенсацию на питание, справку, дающую право на освобождение от работы на два дня, а также небольшие тематические сувениры. Сейчас 10 утра. Акция «Я донор» только началась. Пока желающих не так много, лишь самые смелые. Но уже через пару часов здесь будет огромная очередь из желающих сделать что-то полезное или спасти чью-то жизнь. Я часто слышу, что Сибирь – один из самых музыкальных регионов. Это нам доказывает огромное количество выступлений наших иркутских исполнителей, а особенно музыкантов филармонии. Наша журналистка Анастасия Пеннер расскажет о репетиции хора на сцене СКЦД «Художественный». Как все прошло и как давно кастролирует коллектив. Сейчас и узнаем. На сцене СКЦД «Художественный» звучит многоголосие. Здесь впервые проходит репетиция камерного хора Иркутской областной филармонии. Музыканты привыкают к акустике зала, отрабатывают слаженность голосов, проверяют, как звучат ноты и аккорды русской вокальной классики. Мы изначально создавались как хор русский. Поэтому в нашем репертуаре русской музыки много. И мы этим очень гордимся, потому что у нас есть хоровой спектакль на русские темы, где мы показываем сцену сватовства. Камерный хор Иркутской областной филармонии был создан в 2013 году. Основную часть вокалистов составляет молодежь. В рамках Года культуры хор представляет несколько программ отечественного музыкального творчества, такие как духовная русская музыка и хоровые миниатюры. Это произведение небольшого формата на стихи русских поэтов. Я стараюсь подбирать материал таким образом, чтобы он был понятным широкому кругу слушателей. Чтобы это было несложно для восприятия, чтобы это было не слишком длинно. Гастроли хора проходят по всей Иркутской области. В конце ноября прошлого года музыканты посетили столицу Забайкалья, где с большим успехом представили программы «Вечерок» и «Постраница мировых хитов». Помимо русской классики, ансамбль исполняет современные эстрадные шлягеры, перекладывая их на хоровое исполнение. Одними из самых популярных программ у поклонников хора считаются зарубежные хиты и хиты Голливуда. Закончилась репетиция камерного хора Иркутской филармонии на сцене СКДЦ «Художественный». В эту субботу хор представит духовную музыку и русскую хоровую классику на этой же площадке. Билеты можно будет приобрести по Пушкинской карте. Анастасия Пенер, Игорь Титенко, Байкал Универ ТВ. В нашем городе прогремел фестиваль «Искренности навсегда», где студенты БГУ проявили себя как прекрасные организаторы и начинающие люди искусства. О творчестве и не только нам расскажет Кристина Борисова. Студенты Байкальского государственного университета организовали яркое мероприятие в Иркутске. Фестиваль «Искренности навсегда». Он проходит с 18 по 27 марта сразу на нескольких площадках. В Центре современного искусства «Огонь», в художественной студии «Ноа», в баре «Циркус» и на улицах города, которые образуют треугольник между этими тремя объектами. Первоначальным посылом вообще к приему заявок, к отбору должно быть вот это искреннее желание потенциального автора поделиться своей историей, личной историей, либо своими рассуждениями на вечные философские темы. При этом история здесь не любая, а та история, которая оставила в человеке след на всю жизнь. В фестивале современного искусства приняли участие и студенты БГУ направления «Изящное искусство». Организаторы предложили им познакомиться со сферой культуры на практике и проявить себя в качестве авторов. Я сделала серию из трех работ, каждая из которых представлена на всех площадках. Конкретно здесь работа, которую я посвятила боли. Изначально моя идея была в том, чтобы раскрыть идею мероприятия, то есть что с человеком навсегда, через призму ощущений. Обилие сложных инсталляций, актерских сценок, графических набросков, стеклянных сосудов с различными запахами, скульптурных композиций демонстрируют высокий уровень креативного мышления молодых творцов Иркутска. На данной выставке представлено множество интересных инсталляций. Так, например, вы можете почувствовать запах вины, стыда и страха. Несмотря на то, что здесь представлены подавленные эмоции, в атмосфере самого фестиваля чувствуется позитивное и радостное настроение. Кристина Борисова, Игорь Ситенко, Байкал-Универтв. К сожалению, новости подошли к концу. Но мы еще встретимся, не переживайте. Желаю вам насыщенных дней на следующей неделе. Этот и другие выпуски вы можете посмотреть на bgu.tv.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова